Сегодня мы снова собираем наши кабачки 5 штучек мы уже съели А сегодня у нас новый рецепт Мы хотим сделать кабачки на гриле Вот такие они уже подождены И самое главное, что вот этот 4 кабачка у нас Зайчье ушко, а там искандеры И почему-то даже вот они между собой Почему-то отличаются Вот смотри, вот тут вот такой зеленый кабак Да? Ну такой, как полосатенький А здесь уже кабачок Совершенно белый То есть один сорт А кабачки разные Интересно почему Так попал Мы хотели шучки 3 снять Да, давай Еще мы снимем перцы Все это замаринуем и сделаем шашлычок Не шашлычок, а овощи на гриле Ну плюс шашлык Шашлык, курица и овощи на гриле Я уже про овощи говорила Вот, чтобы росли Покажи, сколько тут сразу завязывается То есть один, два, три Вот четвертый мы сняли То есть, ну вот этих кабачков нам, в принципе Нас три человека Дескаточно В чем кабачок, так сказать, нарыло Налитчика Налитчика, да Если быть более... Ну да, Никита не будет, у нас трое, да Шикарный Но они уже запекутся, поэтому их будет не так вот много Но у нас еще и завтра Выходные все только впереди Только самое начало Пойдем теперь за перцами Сейчас сюда соберем еще перчики наши Теперь мы в перечной теплице Начинаем собирать перцы Для гриля Уже мы собирали в тот выходной Показывали вам Уже покушали его Ну, сейчас Еще будет Слава богу Зажили до овощей, до свежих А, базилик Базилика мне не надо Решил выкачать всю воду из колодца Она у нас Колодец мы делали самостоятельно В каком году, я сейчас скажу вам В 14-м И получается Шесть, семь В общем, почти восьмой год И наш колодец не чистился вообще И уже вот можно видеть Вот такой цвет воды У нас получается Шесть колец под землей И седьмое уже сверху Ну, седьмое Где-то, наверное, на одну четвертую На одну третью Тоже закопано в землю То есть Копали самостоятельно У многих соседей В такую жаркую погоду Уже воды нету У нас она есть И видно, что Хорошо бьют ключи Но единственное Что, конечно, уже за это время У нас уже Она малость Подзаплыва Я вот решил сегодня Выкачать колодец Посмотреть Все-таки Сколько у нас Набралось Этого ила Песка К сожалению Чистить мне Колодец не с кем Тести уже Нету Предыдущие года Он уже Был не в силах Заниматься Такой работой Поэтому Мы будем Скорее всего Искать Тех, кто чистит Кто занимается Чисткой колодцев Конечно Надо найти Проверенных людей Чтобы они Вычистили Колодец хорошо Но у нас Колодец чистить Достаточно Просто Потому что У нас на дно Колодца Многие Просто засыпают Щебнем А мы Взяли И заложили Сделали Такой круглый Деревянный Такой щит По периметру По внутреннему Радиусу Кольца Его туда заложили И Распорочками И расперлись Чтобы оно Не всплывало Ну я думаю Что за столько Времени Ему ничего Не случилось Во-первых Потому что Он постоянно Находится При одной Температуре Находится В воде Если бы Конечно Он бы уже Поддон Этот бы Прогнил Он бы уже Всплыл бы На поверхность Но так как Там нет воздуха Я думаю Ему Ничего Не сделалось Сейчас Пойдем с вами В колодец Посмотрим Обстановка Какая у нас Сейчас Там Не знаю Как вам Будет видно Или нет Получается Вот считайте Первый Второй Этот Третий Четвертый Пятый Шестой И седьмой Вот сейчас Выкачивается Вон видно Как идет Фондайчик Вот Вот эти вот Фондайчик Хороший Вода Набирается Очень Хорошо Я Максимально Сколько Можно Выкачиваю Воду И уже Будем Искать Шабашика В которой Вычислить Томат Откололись Здесь Такое Это Продолжаем Собирать Урожай Томатов Тут Одна Лежит Такая На земле Мы ее снимем Это Антонов Комедовая Я даже Запомнил Вот Еще Такая Крепенькая Пускай Лежит Тут Начали Вызревать Банановые Ноги Здесь У нас Томаты Прелесть Розы Вот Тоже Начинают Вызревать Но Мы Пока Переходим Сюда Дальше Давайте Сразу Розовые Какие Я Пока Оставлю Все Это Томат У нас Розовая Катя Смотрите Как он Дружно Отдает Плоды Дружное Возревание Кисточки Хорошие Этот Томат Однозначно Будет В моей Коллекции На Следующий Год Возможно Этот Томат Я буду Сажать Вороничок На Улицу Подруги Потому что Он Достаточно Невысокий И Места В Теплице Занимать Не Будем Я думаю Что Он Хорошо Себе Покажет И В Открытом Грунте Не Только В Тепличке Томатов Маленький Срываем Малиновать Такие Хорошо Малюсенькие Да Кстати В Баночке Вкусно Мне В этом Такие Смотри Какие Ничего Себе А Вот Туда Покажи Сколько Желтеньких Сливок Там Здесь У нас Это Ой Вылетело Из головы Опять Все Забываю Хочу сказать Полосатый Шоколад Но Это Не Он Другой Томат Полосатый Как Яблоки Антоновка Не Антоновка Нет Это Непрофа Смотрите Тут Начали Вызревать Фиолетовое Сердце Подойди Сюда Поближе Смотри Какие Достаточно Крупные Томаты Хорошо Завязывает Видно Смотри Сюда Какие Кисточки Кверху Пошли То есть Ну Этот Томат Достаточно Неплохой Так Не знаю На тарелку Может Уже Их Хачит Вот Этот Большой Сорви Чтобы Что Чтобы Чтобы Он Не Ломал Он Прям Перевешивает Сам Тарелку Упал Сам Тарелку Упал Ну Пройди Сюда Проползи Снимаешь Смотри Тут Сколько Сливочек Всяких Разных Тут Тоже Похож На Вот Этот Полосатый Только Он Или Более Зеленый Вот Это Полосатый Шахолад Видишь Он Темный А Этот Как-то По-другому Называется В общем Надо Срочно Собой Делать Бирочки Чтобы Вот Так Постоянно Не задумываться Не искать Эту бумажку Да Какой Томат Так Называется Томат Мы будем Оставлять На Следующий Год А Сразу Взять Желтенький Взять Отметить Себе Аккуратно Кисточку Желтенький Какие Красивые Это Гигант Лимонный Который Томат Мы Первые Снимали Вот Еще Один Томат Зреет И Достаточно Смотри Томаты Завязываются До Самого Вета Здесь Томаты Смотри Какие Мы Их Пока Оставим Вот Здесь Смотри Завтра Вегения Домой Зарвим Красивые Кисточки Такой Томат Однозначно Будет Моей Новой Коллекции Смотри Кисточка Завязывается Буквально Через Один Два Листа Но Они Достаточно Кисточки Крупные Смотри Вот На Руке В этом Году Томаты Все Шикарные Все Пойдем Делать Тарелочку Вот Наша Теплица С замерзшими Томатами На данный Момент У нее У нас Какое 25 Число По-моему 25 25 Июня Выглядит Вот так Я думаю Не каждый Может Похвастаться Даже Не Замерзшими Томатами С таким Результатом Мы Конечно Не Хвастаемся Просто Показываем Так Как Есть У нас Стой Подожди Здесь Уже Вот Такие Грозочки У нас Возревают Желтенькие Давай Вот Две Крайние Снимай То есть И смотрите Это Замерзший Томат Да Получается Сколько Ну Вот Такие Сливки И Уже Другие Томатики Тоже Желтеют И Очень Хорошо Он Завязывает Вы Только Гляньте Буквально Через Каждую Кисточку Получаю Через Каждый Листочек Кисточка И Завязывает То есть Он Неплохо А Здесь Вот Томат Который Подожди Который Был У нас На Замерзшем Томате Который Был Маленьким Плодиком Сейчас Хури Он Выглядит Как Хинкали Вот Эти Томатики Небольшие Уже Как Хинкали Так Давай Двигаемся Дальше Там В конце По-моему С правой Стороны Есть Тоже Такие Сливовидные Томатики Вот Маленькие Смотри То есть Вот Эти Вот Все Четыре Здесь Можно Сорвать Не Очень Видно Отсюда Так И Вот По-моему На другой Грозочки Тоже Есть Вот Такие Смотрите Какие Одно Зеленое Сорвало Ну Мягкое Вроде В общем Вот Такой Первый Урожай У нас В этой Теплице Посмотрите Я думаю Этого Хватит Или Еще Одну Помидор Да Ты Чё Большой Посмотрите Какие Грозди Здесь Какие Большие Томаты Здесь Сейчас Покажу Вам Огроменный И Он Тут Не Один Поглядите Просто Томат Полностью Увешен Плодами Вот То есть Вот так Одной рукой Не Обхватить Плод И Таких Плодов Здесь Очень Очень Много И Они Все Достаточно Крупные И Томат Продолжает И Продолжает Завязывать Плоды Единственного Сейчас Жара Я боюсь Что Могут Не Все Цветочки Завязаться Потому Что У нас Неделя Жары Вот Сейчас Получается У нас Теплицы С Открытыми Дверями 35 градусов А на этом Я буду Заканчивать Своё Видео Кому Понравилось Не забываем Ставить Лайки Писать Комментарии А вам Хочу Пожелать Хорошей Погоды Солнечного Настроения И До Новых Встреч И Судя По Фото Я Хочу Вам Сказать Что Следующее Видео У нас Будет Опять Про Клубнику Про Наш Шикарный Урожай Всем Пока Пока